Товарищ первый заместитель начальника учреждения, начальники пожарных частей для проведения однодневного сбора построены. Более 200 человек со всей области прибыли на сбор. Участников мероприятия поприветствовал первый заместитель начальника управления противопожарно-спасательной службы области Николай Вдовин, отметив, что место проведения встречи особенное, связанное с разными этапами истории России. И в программу в том числе входит культурная часть посещения музея. Мы имеем задачу оторвать вас от коллективов на время, вырвать вас из той динамики, чтобы вы между собой пообщались, чтобы вы побыли на историческом месте. В дань памяти к мемориалу павшим в годы Великой Отечественной войны возложили цветы, после чего начался семинар, на котором были рассмотрены разные вопросы, касающиеся деятельности МОЗ «Облпожспаса». За 10 лет структура расширила свои возможности. Сегодня это действительно мощная организация, задача которой ликвидация чрезвычайных ситуаций, а главное спасение человеческих жизней. Служба развивается, он как реализация губернаторской программы безопасность Подмосковья. С 2012 года мы на территории области, вы думаете, только за 5 лет, построили 70 новых пожарных депо. Организовали у них дежурство, оснастили соответствующей техникой. И в настоящее время прикрытие Московской области в целом по противопожарной безопасности составляет у нас около 95%. Семинар для руководителей в Ленинском районе проходит уже не в первый раз, что говорит о высоком статусе местного территориального управления. Подобные встречи, кстати, возможность решать насущные вопросы. Сегодня удалось поговорить с руководством МОЗ «Облпожспас», начальником управления Сергеем Витальевичем по поводу пожарного депо в развилке, где «Газпром» прекращает свою деятельность. У нас развилка остается без прикрытия, и куст весь тот. И я очень благодарен Сергею Витальевичу за понимание этой проблемы. Поэтому общим силами мы надеемся сохранить пожарное депо. Семинар продлился весь день. Работа его была плодотворной. Кроме обсуждения важных вопросов, у руководителей территориальных отделов была возможность обменяться опытом и осмотреть достопримечательности.